Итак, у меня новый процесс съемки таймлэпса. Теперь установочка немножко другая и объект другой. Съездил я сегодня к Мише, забрал у него 5 вот таких интересных штук. Это куколки какого-то самого крупного в Европе мотылька. Что-то там, что-то какой-то грушовый чувак. Но Миша сказал, что они по идее с острых концов должны вылезать и из своих оконов забираться куда-то по стеночке и потом раскрывать крылья. Вот, штука в том, что надо отловить этот момент. Вот, для этого я что сделал? Расположил их вот так на спинке стула, около спинки стула. На спинку стула надел футболку. Ты поставил две камеры. Значит, одна камера. Это мой фотик. И он снимает с частотой раз в минуту. Получается вот такая история. То есть, если вдруг сегодня ночью оттуда полезет мотылек, то он попадет в макросъемку. Вот, дополнительно, если вдруг эти товарищи будут слишком шустры и полезут очень быстро на футболку, и ничего не получится на фотик. Я еще поставил камеру 360. Я сделал, чтобы интервал был 2 секунды. То есть, это достаточно часто. Но флешка большая, вот тут влезет 134 часа. Но это на тот случай, если они все резво поползут на футболку, чтобы хоть что-то попало. Короче, 4 часа ночи. Но вон что происходит. Одна стала вылупляться. Наверное, я даже сейчас подожду и посмотрю, что будет происходить. Обалдеть, она вылезает. Ничего себе. То есть, это даже не таймлапс. Просто вылезает. Обалдеть. Тут вылезает. Да, да, да. Нет, тебе сюда точно не нужно. Произошло чудо рождения, в общем она выползла куда-то в сторону, пришлось ее пересаживать на футболке, вот она забралась на уголок, смотрите, что делает. Походу сейчас будет разворачивать крылья свои. Здесь я все переставил, добавил свет, камеру переставил, фотик стал часто фоткать, посмотрим что получится. И это у нас большой ночной павлинний глаз, самая большая ночная бабочка в Европе. Ну или же павлиноглазка грушовая, вот уже крылья почти развернулись и видно два глаза, должно быть четыре в каждом уголке бабочки. Интересно еще что, из кокона, из которого вылезла эта бабочка, через какое-то время вытекла какая-то жидкость. Видно теперь пятно на футболке, надеюсь отстирается. Ну или будет эксклюзивная футболка с пятном от самой большой бабочки Европы. Сегодня за ночь, в общем, вылезло три друга. Вот они, раз, два, три. Такое ощущение, что двое еще не вылезли, но не знаю, вылезут или нет, могут и не вылезти вообще. И вот этот товарищ мятый, он, к сожалению, не полез на футболку, да, он упал на пол. И я не знаю, получится ли у него теперь развернуть свои крылья, может и не получится тоже, не знаю. Подождем, может на него потом попшикать водичкой, ему полегче станет. Ну, в общем, не доразвернулся до конца, чувак. Вот, и что-то удалось заснять на фотик, что-то удалось заснять на камеру. Попозже посмотрю, что получилось. Ну, вообще, конечно, чтобы понимать размер, вот какие он еще крылья может наверх вот так раскрыть. Как у бабочки будут. И там будет еще два глаза. А так выглядит, да, как можно какого-то животного с глазами. Ух! Смотрите, что еще интересное заметил. Они сейчас сидят все втроем. Если чуть-чуть толкнуть стул, то они синхронно машут крыльями. Оп! Так же на свет реагирует. Очень интересное поведение. Видно, у него крылышки не раскрылись. Не знаю, попробовал побрызгать на них, поможет, нет. Вылупилась еще одна, самая активная. Мы ее долго не могли найти. Но, видимо, где-то в квартире сидела. И она прям суперактивная. Она летает и уже хочет на волю. Сейчас мы ее выпустим. Остальные еще сидят. Готовятся. Чилят. Значит, вы родились все. Вот что остались пустые коконы. Вот что они сделали с моей белой футболкой. Не знаю, стирается или нет. Вот. У двоих крыльей не раскрылись нормально. Мы их пока положили в коробку. И вытащим на улицу. Вынесем на куст, куда-нибудь посадим. А остальных выпустим так. Пусть летят. Пусть летят. Пусть летят. Продолжение следует...